Приветствую, друзья! Меня зовут Ольга Носикова. Я практикующий психолог, целитель, мастер рейки, преподаватель медитаций, практик на развитие осознанности. И в этом видео я хочу вам рассказать про отличия двух систем. Традиционной системы рейки и нетрадиционной системы рейки. Я подготовила более подробный рассказ в статье, вы можете ее прочитать. Здесь я скажу основные тезисы. Итак, самое первое, на что следует обращать внимание. Когда вас инициируют в рейки, узнайте, пожалуйста, к чему вас подключают. Это самое важное. Это вопрос вашей безопасности. Это вопрос эффективности работы метода. В рейки, в традиционной классической системе рейки, вы подключены к энергии природы. Это энергия, несущая божественный миропорядок. Это универсальная жизненная энергия. И есть специальная структура инициация. Эту структуру, этой структуре обучал Микао Усуи. Он своим ученикам, своим мастерам передавал рейки, обучал их, как инициировать других людей. И мастера в дальнейшем, имея своих студентов, инициировали именно таким же образом, как это делал Микао Усуи. Без изменений, без искажений, в таком чистом виде, как они получили данный инструмент, они передавали этот инструмент своим студентам. Почему? Почему важно передавать инициацию в неизменном виде? Я уже сказала, это техника безопасности. Понятно, к чему вас подключают. Это раз. Второе. Если инициация неправильно произведена, как часто бывает в нетрадиционных системах рейки, там совершенно по-другому проходит инициация, вводят какие-то новые символы, которые не имеют никакого отношения к рейке, либо вообще меняют порядок действий. В этом случае, во-первых, неясно, к чему вас подключили. Во-вторых, есть большая вероятность, что вы будете работать на своей личной энергии. На своей личной энергии, еще раз повторю, к чему это может привести? Это может привести к вашему физическому истощению, вашему психическому истощению. Вы можете себя очень некомфортно чувствовать, во время сеанса. И можете перенимать болезни других людей на себя, либо отдавать свое состояние, передавать свое состояние и физическое, и эмоциональное другим людям тоже. Это небезопасно. Это противоречит этике целителя. Так что будьте внимательны. Это самое первое, на что нужно обратить внимание. Второе. Когда вы выбираете мастера, пожалуйста, задавайте мастеру вопросы. Смотрите, может ли мастер ответить вам на эти вопросы? Потому что очень часто в нетрадиционной системе мастера путаются. Они смешивают метод рейки с другими методами. Методы могут быть из другого направления целительства, либо из массажа, либо начинают говорить про чакральную систему Индии. Я сама живу в Индии, я пользуюсь этими системами, но это не имеет никакого отношения к рейке. Поэтому будьте внимательны. Что вам говорит мастер, слушайте и имейте в виду, что к рейке не имеет отношения другая система, ни какой массаж не имеет отношения, ни другие методы целительства, ни другие культуры. Метод рейки – это японская традиция. Третье. На что вы обращаете внимание? Вы смотрите, как проходит сеанс, например, лечения. И, может быть, это будет трудно понять, если вы берете этот сеанс для себя, вы можете прочувствовать с точки зрения энергии, какие у вас ощущения, что происходит. Если у вас появляется состояние паники, растерянности, какого-то страха, это тоже может быть звоночком, потому что рейки несет спокойствие, несет спокойствие ума. Здесь тоже нужно обращать внимание на то, как вы себя чувствуете после сеанса. Допустим, вы уже пришли обучаться рейке, и вы не уверены, это традиционная система или нетрадиционная система. Хотя я очень сильно рекомендую, перед тем, как начинать обучаться, изучить план обучения, то, что вы получите. Но бывают разные истории, и если вы уже прошли обучение рейки, или находитесь на этом этапе, на что следует тоже обращать внимание. Первое. Вы смотрите, есть ли этика целителя, потому что в рейке обязательно мы начинаем наше занятие с того, что мы изучаем очень подробно этику целителя. Мы не смешиваем сюда никакую магию, мы сюда не подмешиваем эзотерику, мы не путаем человека разными визуализациями. В рейке есть медитации, это необходимая часть рейки, потому что рейки – это духовная практика прежде всего. Но мы не вводим человека по его фантазиям, по его иллюзиям. Мы человека приводим в равновесие с помощью взращивания его внимания, его осознанности. На это, именно на это нацелена система, традиционная система рейки. Тоже обратите внимание, какие вам дают медитации, дают ли вам принципы рейки. И если дают, дают вам в чистом виде или как-то меняют формулировки. Это тоже очень важно. Тоже на это смотрите. Если вы на второй ступени или на третьей ступени рейки, имейте в виду, в рейке всего существует 4 символа. 4, не 5, не 6, не больше. И в том виде, в каком передавал Микаусу, эти символы используются. Они никак не переворачиваются ни вверх ногами, ни в обратную сторону, ни зеркально. Они используются в таком виде, в каком используются. На это тоже обращайте внимание. Это вам будет тоже подсказочка. Это традиционная система рейки или уже нетрадиционная. Потом смотрите, какими терминами пользуется автор. Это японские термины, это работа с тремя центрами или это чакральная система, которая тоже к рейке не имеет никакого отношения. Если там какой-то массаж, который тоже не имеет к рейке никакого отношения. Может быть, это автор нового метода и он просто заимствовал слово рейки для того, чтобы как-то продвинуть, продать свой метод. Тоже смотрите на это очень внимательно. Еще раз скажу вам, рейки это метод духовной практики. Это метод, который вас ведет к тому, чтобы вы осознали себя, осознали в этом воплощении, чтобы ваш ум успокоился. И конечная цель рейки это мокша, достижение состояния, когда вы знаете истину, когда у вас уже нет потребности возвращаться в этот мир в будущем. Здесь есть тоже концепция некоторой реинкарнации, потому что рейки создавалась на стыке буддизма и синтаизма. Там тоже есть это понимание. То есть достижение мокши или нирваны это конечная цель рейки. И приятный побочный эффект это целительство. Когда вы практикуете рейки, вы практикуете медитацию. Эти два метода, они вместе идут, они тесно связаны. Духовная составляющая рейки это необходимая составляющая. Тоже обратите на это внимание. И как можно больше задавайте своему мастеру вопросы. Это нужно для того, чтобы у вас в голове не было никакой путаницы, никакой каши. Чтобы вы не вводили себя в заблуждение, не давали себя вводить в заблуждение. Очень важно иметь четкое представление, что вы делаете, как вы делаете и зачем вы это делаете. Друзья, более подробно читайте в моей статье. Если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу традиционной системы рейки, нетрадиционной системы рейки, пожалуйста, задавайте. У меня открытое общение, я открыта к диалогу. И вы можете меня всегда найти. Вы увидите ниже мой сайт. Вы можете перейти, посмотреть, изучить. У меня есть также канал, посвященный рейке в Телеграме. Можно тоже туда попасть. Канал открыт. Можно изучить информацию там. Часто я провожу марафоны, провожу открытые круги рейки, открытые для медитации, для целительных сеансов. Можно к ним свободно присоединиться. Можно также свободно получить материалы по теоретическим аспектам рейки. Для этого вам нужно будет мне написать в личном сообщении. И я вам эти материалы тоже открою. Они бесплатны. Если захотите пройти обучение именно у меня, тоже пишите. Мой сайт есть ниже. И можно изучить всю подробную информацию там. Обнимаю, друзья. Хорошего вам дня. Настроения. Ом. Субтитры сделал DimaTorzok